Последний месяц для Армении выдался не самым приятным. Бесконечные протесты, споры, запертые в аэропорту журналисты. Словом, много всего хорошего. Однако, несмотря на происходящее, должностные лица Армении продолжают показывать полную уверенность в себе. Так, посол Армении в Украине Владимир Карапетян и глава административного района Нор-Норк города Ереван Карин Тер-Маргарян посетили город Буча. Тер-Маргарян заявил, что Ереван и Нор-Норк всегда будут поддерживать Бучу и другие общины, пострадавшие от российских военных действий. Интересно, что Россия отреагировала на это заявление. Тишиной. Стоит понимать, что осуждение действий Кремля шаг очень даже серьезный, и вряд ли Тер-Маргарян лично осмелился бы сделать подобное заявление. Вероятнее всего, он выполнял приказ. А тем временем движение армянских реваншистов Тавуш во имя Родины в понедельник шествием направилось от церкви Сурбхач в Ереванском административном районе Арабкир к зданию Следственного комитета Армении. О чем сообщают армянские СМИ. До начала шествия, лидер движения архиепископ Баграт Галстанин отметил, что у собравшихся есть требования, которые они намерены представить Следственному комитету. Он также добавил, что все решения в Армении принимает один человек, и все это знают. По мнению архиепископа, чиновники могут не выполнять капризы властей. Также Галстанин заметил, что зарубежные послы, скорее всего, все видят, фиксируют, но молчат, исходя из договоренностей и с властями Армении. Удивительно, как это посол США посещает МВД в тот самый день, когда мы там протестуем, говорит о реформах полиции, о предоставлении крупных сумм на это, а 40 полицейских между тем избивают одного человека. Не это ли лицемерие? О каких реформах они говорят? Раньше трое одного избивали, а теперь 40, одного. Это реформа? Возмутился архиепископ. Он отметил, что дипломаты, выступающие на стороне движения, с сегодняшнего дня будут посещать посольства и офисы международных организаций. В свою очередь, депутат парламента Армении от оппозиционной фракции честь имеют Игран Абрамян заявил, что за все время своей парламентской деятельности не видел такой агрессии со стороны полиции. В частности, он навестил задержанных в СИЗО и сказал, почти у всех есть телесные повреждения. Нужно не служебные расследования проводить, а уголовные дела заводить, совершены правонарушения, их нужно расследовать, а не пытаться замять дело, отметил депутат. Долго ли будут продолжиться эти шествия в Армении и почему правительство не поставит уже точку в данном вопросе? По словам политолога Ильгара Велизади, Пашиняну не нужно прекращать данное движение. Комментируя Вести. Эйзи, происходящее в Армении, эксперт отметил, что в последнее время движение настолько себя дискредитировало, что необходимости в глобальном вмешательстве нет. Самая лучшая тактика в данном вопросе — не вмешательство. Наблюдать, как они сами себя позорят — лучший вариант. Их тактика, их действия, их планы на благо будущего страны. У них нет ничего этого, — сказал политолог. Параллельно всему происходящему, журналист Лео Николян, который больше одного месяца пробыл в аэропорту Звартноц, наконец-то покинул его, но отправился не в Армению, а обратно во Францию. Месяц его голодовки не произвел впечатления. Что все это значит? С одной стороны, Армения выстраивает отношения с Западом, а Франция вообще является самым близким другом, ну или сестрой, как они сами себя называют. С другой, Пашинян не впускает в страну французского журналиста. В чем тут логика? По словам Ильгара Велизади, Пашинян, наученный горьким опытом, понимает, что если ты перестанешь быть субъектным в отношении кого бы то ни было, с тобой просто перестанут считаться. Пашинян дает понять, что хозяином положения в Армении является он, а не кто-то со стороны, таким образом он показывает, что все действия и шаги, которые он предпринимает строятся на его интересах, а не на интересах Запада, заявил политолог.